Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Так точно. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем большущий летний привет в эфирной студии страны ФМ. Роман Шахов, Александра Хайрулина. Дорогие наши, мы вас приветствуем и с большим удовольствием сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени группы Принцесса Ангина. Да. Оксана Островская, здравствуй. Добрый день. Вечер. Привет. Очень рада вновь повстречаться в нашей чудесной студии и поводов для разговоров у нас предостаточно. Причем поводов красивых, ну и разумеется музыкальных, как иначе. Оксана, мы попросим тебя, конечно, сразу же представить твою чудесную команду. Ты сегодня в окружении исключительно мужском. Да. Значит, на гитаре у нас сегодня Юлиан, Юлиан Поллак. Юлиан, привет. Так, на басу у нас сегодня Кристиан Кальхаузер, но мы его зовем Гиди. Так, привет. И, как и в прошлый раз, на ударных, ну у нас такие импровизированные ударные сегодня, Андреа Шепард. Привет. Привет, 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 привет. И, конечно, наши зрители и слушатели сразу обратили внимание, что, скорее всего, все музыканты иностранцы. Да. Да, а дело в том, что Принцесса Ангина, группа, вы наверняка знаете, помните ли, если вдруг по какой-то причине упустили эту информацию, она-то вообще-то, это группа из Австрии. Там родилась, там, в общем-то, успешно развивается, но гастролирует, слава богу, не только по Австрии. В России уже частые гости по всему миру и скоро, скоро, между прочим, станут любимой группой в Китае. Ну, обо всем подробнее и по чуть-чуть. Ну, скажи, пожалуйста, ребята по-русски не говорят? Не говорят. Нет. Ну, вот Анти немножко понимает, он учил русский, а ребята, они вот недавно алфавит более-менее освоили. То есть потихонечку. Все-таки потихонечку они начинают изучать русский язык. Через какой период времени они будут подпевать, как ты считаешь? Не, ну, подпевать-то мы их можем и раньше заставить, это как бы не вопрос. А говорить... А вот говорить, это займет какое-то время, ну, пару лет, и все будет нормально. Ну, мы будем ждать. Время быстро прилетит, конечно. Тем более, ну, хорошо, что мы тебя слушаем, мы слушаем на русском языке, значит, понятно. Понятны твои песни абсолютно всем русскоговорящим людям. Пять лет в этом году в чудесной группе, уникальной абсолютно в своем роде. Мы, конечно, вас поздравляем. Сегодня будем поздравлять в каждом нашем выходе. Спасибо. Да, вот вне эфира немножечко у тебя попросили, выяснили, что день рождения, сам по себе, он все-таки в марте. Да, 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 день рождения группы 24 марта. Но поскольку в России мы бываем не так часто, то получается, вот сейчас у нас такой юбилейный приезд, и программа, которую мы сейчас играем, она где-то, наверное, процентов на 30-40 состоит из песен, которые мы специально подготовили. Это частями очень нашей ранней песни, которых мы не играли раньше и которые сейчас мы играем в новой обработке. Слушай, это интересная история про песни, которые описаны ранее, давно, у вас в репертуаре, но при этом вы их не играли. По какой причине? Ну, просто у нас очень много песен. Так. У нас 164... Сколько? 165. 165 песен, многие за всю жизнь свою творческую столько не перепевают. Причем только две пластинки же у вас, да? Да, в 2018-м. А где остальные вот все эти сотни? Вот архивы. 150 песен, куда обошли? Архивы, и вот как раз мы эти архивы, мы решили, что, ну, понятно, ну, как, играем мы обычно релизы, да, на обычных концертах мы играем, окей, вот вы выпустили, значит, очередную песню, и мы играем, значит, типа хиты и релизы. И у нас очень часто дискуссии с фанатами, которые такие, ребята, ну вот мы в диктофонной версии, там, от какого-то там, черт знает какого года... Хронографы ваши, да, сообщительно? Да, отрыли вот такую песню, а что же вы никогда не играете на концертах? Мы так подумали, а что мы действительно не играем на концертах? У нас такая песня есть, говорю сначала, Оксана, обращаясь к музыкантам, я говорю, да бог его знает, у тебя их 164, откуда мы помним. Ну, вот в пресс-релизе есть такая информация, мы достанем из архива такие раритеты, которые почти никогда не исполнялись вживую. Все это будет в ближайшую субботу, 20 июля, правильно? Да, совершенно точно. Вот, давай про этот концерт поговорим, куда нужно отправляться, куда собираться, где билеты брать, все подробности нам нужны. Значит, 20 июля в 8 часов у нас концерт в баре Москва. Это очень классное место, и да, и вот там вот будет, собственно, концерт и вся вот эта вот очень интересная программа. Это прям такая принципиально сольная история для принцессы Ангины, да? Это не какой-то сборный концерт, а мне в рамках какого-то фестиваля, это полноценный концерт. Да, 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 это сольный. Это единственный летний. Это единственный летний в России. В России, конечно, конечно, конечно. Уникальная возможность. Но речь идет про субботу, правильно я понимаю? Суббота, это суббота, да. То есть, в общем-то, есть возможность приехать с любого города Российской Федерации в Риме еще есть. Да, у нас ребята приезжают, я знаю, что у нас будут разные города представлены. Да, и билеты еще есть, так что, да. Торопитесь, все равно они разлетаются молниеносно. Предлагаю начать музыкальную часть нашего эфира. Что это будет? Скажи, пожалуйста, нам пару слов. Мы вот подумали, посовещались и решили, что начинаем мы с песни, которая вам уже известна, которую мы уже исполняли в прошлый раз в эфире. Но это как бы заглавная песня прошлого альбома, прошлого, нового, который вышел совсем не так давно. И эта песня называется «Мода». Класс, давайте. Пиши мне песню языком Босха, язык Босха всегда раздвоен. Босх говорил мне о желтом воске и косметических кабинетах. Босх оставался при этом спокоен. Но нам никогда не поверить в это. Пиши мне песню о райских кущах, тех, что достанутся за бесплатно. Если мы станем немного лучше, чем те, кто лезет туда за деньги, и те, кто лезет туда по плату. Родная, для красоты затяни все свои винты, чтобы все как один, то есть я как ты. Затяни, затяни все свои винты. Красоты ничего, ничего важней. Ты бежишь от себя, ты все ближе к ней. Красоты ничего, ничего важней. Пиши мне песню языком будний. Язык будний всегда отравлен. Это не в счет, но давай не будем Следить кто кому, по какому праву И кто принимает какие травы Что вечно растут по дороге в люди Как девушки со злыми лицами Золотыми ресницами Шелковых спустились страниц Прямо в теплый синий прибой И даже если ты не красавица Губы нарисуешь на пол лица Ну а если вдруг разонравится Снова станешь собой Для красоты затяни все свои винты Чтобы все как один, то есть я как ты Затяни, затяни все свои винты Красоты ничего, ничего важней Ты бежишь от себя, ты все ближе к ней Красоты ничего, ничего важней Принцесса Ангина концерт и зал «Страна ФМ» Друзья, спасибо. И ее высочество Ксении Островской, да? Вот, как видишь Ну а как? Принцесса, да Как-то корону ты видишь, да На грудине, на почке Что значит корона? Есть ли какой-то вот тайный смысл у нее? Расскажи Рассказала Ксюша, что это такое вот Выбрали они себе знак и символ Да, это логотип Ну потому что если уж ты называешь группу принцесса То... Что-то должно соответствовать Хоть какая-то деталь там Это такой вот кучница, такой намек, да Поэтому вот у меня тут везде Вот тут и вот тут и вот тут Ну, Ксюша, расскажи нам, пожалуйста, принцесса Коль скоро королевой планирует стать Вот так Мы в процессе В процессе становились Мы сейчас, конечно, про музыку, да, говорим, про группу Ну, пять лет Давай немножко подводить какие-то итоги На сегодняшний день Можно сказать, что аудитория растет У группы Расширяется Да, 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 да Ну, то есть мы же начинали Совсем Ну, поскольку мы Совсем Сами То мы начинали С маленьких-маленьких Квартирников Там по 20 человечков А первый, помнишь, концерт? Как вообще это было? Помню Первый концерт Ну, вот первый концерт в Вене Первое выступление У нас было Это был какой-то молодежный фестиваль И там было как-то довольно Ну, немало народу Потому что это все-таки Такой молодежный фестиваль А сольник, да Вот выступление Первый концерт Первый концерт в Москве Это было душераздирающее зрелище Почему? Что такое? Волновались? Ну, да Ну, мы волновались Мы были совсем маленькие И зрителей было вот Ну, я не знаю Ну, наверное, человек 15-20 максимум Так И это все было очень волнительно Да Но для нас Я думаю, что все через это проходят Конечно Да Мне кажется, это хорошо Потому что, ну Как бы ты начинаешь Ну, как в любой другой Я не знаю Как в любой другой профессии Ты же тоже начинаешь С какого-нибудь там Я не знаю Принеси-подай условно Да, да Ну, и тут то же самое То есть Мне кажется, артисты Которые Которые там вот Сразу начинают работать На какие-то там Крупные площадки Да Мне кажется, им гораздо сложнее Потому что у них нет Вот этого Большого опыта Предваряющего все остальное С этими раздолбанными аппаратами В клубах С нетрязвыми звукорежиссерами Со всем вот этим Вот с отсутствием Когда музыкантов на сцене Больше, чем, значит Чем зрителей в зале Слушай, а скажи, пожалуйста Ты вот это все перечисляешь Все эти ужасы Они касаются России Или не только? Или Австрии тоже немножко? Не, не только Слава Богу, спасибо Потому что я уже думала Что неужели это только В нашей стране Не только Россия Не только Австрия Это вообще Ну это Пищевый звукорежиссер В принципе, это нормальная история По всему миру Это творческие люди, Саша Они могут себе позволить Для вдохновения И раздолбанная аббратура Как говорят так На любом клубе Слушай, это шоу-бизнес Да, тяжелая музыка Да Зато после этого Уже ничего не страшно Правда? Ну да, после этого Ты выходишь И у тебя нормальный звук И ты просто И ты кайфуешь Потому что Ты настолько был готов Ко всему остальному Ксюша, ну а ты всегда была Вот настолько уверена в себе Да, если 15 человек Ничего, 15 человек Потом будет больше Работаем все равно С полной отдачей Да, вот как вот Или нужен человек рядом Который говорит Ничего, сегодня 15 Завтра будет уже 15 тысяч Там и так далее Как вообще Внутри себя Есть у тебя Нет, ну Внутри себя Просто вначале Ты очень радуешься Этим 15 В зале Потому что ты Потому что для тебя Они вот твои первые Которые И у тебя с ними Такой получается Прямой контакт И это очень здорово Потом, конечно Вот когда там Время проходит А их все еще 15 Или ты приезжаешь В какой-то город Где тебя не знают Совсем И вот там вот Совсем мало У нас вот такой был Не очень хороший опыт В прошлом году В Риге Где было очень мало народу Ну то есть Это была случайная публика Потому что У нас там просто не знают Это нормальная ситуация И ты все равно выходишь И ты работаешь Для этих барменов Которые Ну ты видишь Что они в общем-то Которые доливают Звук и режиссерам 20 июля Концерт Варе Москва Это замечательная программа Подготовленная И какие-то еще редкие Такие Конклюзивные песни Их хорошо известны И всем Особенно, конечно, фанатам Ну а расскажи, пожалуйста Как же про принцессу Ангину Разузнали в Китае Неужели вы выпустили Песню на китайском языке Мы не знали об этом Мы не ставили ее в эфире А китайцы подхватили Я думаю, что песню на китайском языке Мы выпустим После наших гастролей в Китай Ты напишешь по мотивам Так сказать Гастроли Или во время Или во время Да Это вообще Очень интересная история Дело в том Что, опять же Напоминаю Что мы Австрийская группа То есть для австрийцев Для австрийского Например, культурного форума в Китае Мы нормальная австрийская группа Мы австрийский музыкальный экспорт И они решили А почему бы и нет А почему бы Вот они посылают У них есть какой-то бюджет Они посылают группы Играть в Китай Знакомить, значит Китайцев С австрийской музыкальной культурой Ну и какая разница На каком языке Даже так? Вот так вот в австрии Относится Правда? Не австрийской культуры в Китае Я не очень поняла Я не знаю Есть ли у нас такой опыт Что вдруг от России В Китай отправляют Австрийскую группу Например, которая Ну или группу, которая Поет, например, на немецком Или на английском Да, да Это как-то Хотя мы Мы не все знаем Что отправляет Китай Не все же Китай нам сюда отправляет Понимаешь? Так, дорогие мои Значит, когда С какого по какого числа Мы с вами Мы тоже отправимся в Китай На концерт группы Принцесса Ленгина Мы поговорим обязательно Мы узнаем все Оксану Выведем Но чуть позже Сначала мы, конечно, Попросим исполнить песню Хорошо Мы будем исполнять песню Тоже с нашего второго альбома Она называется Интересно Ты не понимаешь Как дальше жить Здесь либо деньги Либо время Хочешь решиться Не можешь решить Словно ждешь От меня до времени Я не понимаю Я не понимаю Я не понимаю В чем смысл Я не понимаю Я не понимаю Я не понимаю Зачем мы Нам так хотелось Причин Наследственных Слез и стоп Их не было И нету Ни разу Знаем о них По рассказам Тех Кто Сразу Из грязи В князи Зачем Сыпать Соль На рану Ведь Лучше Быть готовым Заранее Что жизнь Только боль А случая Что выживут Только везучие Если Всевышний Смотрит на нас Сейчас Если Всевышний Смотрит на нас Сейчас Если Всевышний Смотрит на нас Сейчас Вряд ли Вряд ли Интересно 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 Ты привык Исходить Из того Что страшный суд Обещает суды Я привыкла Не ждать ничего Чтобы не Помутился Рассудок Я не понимаю Я не понимаю Сколько крови И сколько лжи Я не понимаю Я не понимаю Я не понимаю Как с этим жить Нам так хотелось Причин Наследственных Смерть Истот Их нет Мы Нету Ни разу Мы знаем О них По рассказам Тех Кто Сразу Изгрядит Князи Кто Среди Земной Круговерти Верит В жизни Смерть После Смерти Но жизнь Только воля Случа И выживут Только Везучие Если Всевышний Смотрит На нас Сейчас Если Всевышний Смотрит На нас Сейчас Если Всевышний смотрит на нас сейчас То вряд ли ему это интересно 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 Никто никому не обязан И жизнь это только фазоно Если Всевышний смотрит на нас сейчас То позже ему будет интересно Интересно Принцесса Ангина Да, друзья Если вам интересно, куда движется современная музыка Смотрите, слушайте Страной ФМ Концертный зал, программа, прямой эфир И я хочу сказать Я вдруг подумала Мне кажется, это единственная песня в мире Которую я слышала И в которой есть слова Причинно-следственная связь Я вот не помню еще одну такую песню Ты знаешь, Рома? Нет вообще? Ну вот если говорить про российскую музыку Ну, Саш, тут... Про современную особенно Да, да, да Есть песня? Я не могу сейчас вспомнить Про Всевышнего, который смотрит Которому, может быть, неинтересно все это Да, ну, видишь, все закономерно Следующий вопрос У молодой, красивой, талантливой девочки Такие темы в песнях Откуда они берутся? Казалось бы, вот, ну, мне кажется Выкрашенный вот в розовый цвет Вот эти волосы Все в тренде Корона на цепочке Это должно быть, ну, как минимум Про ты такой сикой Илья, я тебя люблю Напиши мне в личку В дирекцию Что-нибудь такое И сделаем мы селфи на берегу моря Нет, ну, все же поют Про все остальное Да, очень много поют Ниша занята, Саша Очень Ниша занята А вот по этому принципу просто Да про что у нас не поют? Про причины следственной связи Я буду петь про них Ну, примерно это так Ну, это мы шутим, конечно Ведь на самом деле нет Я же прекрасно понимаю, что ты Как автор и исполнитель Ты пишешь то, что тебе близко О чем ты думаешь сама То, что в твоей головушке Светлой там рождается Не, ну, мы же все Как-то думаем Правильно И вот я когда Ну, это бывает же Все же ищут для себя Какие-то ответы Вот иногда я думаю Не, мне кажется Не все далеко Ну, будем думать, что все Ладно, хорошо Давайте думать, что все Давай, давай Ну, просто кто-то Находит их вот как-то Сразу, да Кто-то Смотрит, я не знаю Какие-то еще Передачи Там тоже Народ рассуждает Это тоже Ну, все же Не знаю, кто-то В интернете ищет У Гугла спрашивает Вот А кто-то Кто-то думает И сам И находит Какие-то вот такие вот Мысли И это классно Когда ты поешь песню И ты понимаешь, что Что она откликается У людей Да ты же понимаешь Что ты вот именно В самом таком правильном Хорошем смысле Ты Ты прям Большую ответственность несешь И заставляешь людей Задуматься над тем Что ты исполняешь Ставишь какие-то Перед ними, не знаю Задачи Темы затрагиваешь Серьезные Ты не просто развлекаешь Людей своей музыкой Просто Скрашиваешь Для продвижения Это обычная проблема Да А вот А для всего остального Ну да, мне кажется Это Ну это то, зачем Зачем мы этим занимаемся То есть не ради бабла Как это делают многие Да, да, простите меня За такие слова А в общем Цель гораздо Она Конечно Оно должно быть тоже Да Да Что тут Скажи, пожалуйста Есть какие-то коммерческие песни Которые ты вот сидишь и думаешь Ну вот это как бы я в высоком А сейчас надо А сейчас Эта песня будет наш хлеб Да Что-то такое вот для кассы Есть ли? Как вообще у тебя формируется? Нет, это обычно не так Вот ты пишешь песню А потом думаешь А вдруг Она Она вроде такая не очень заумная Может быть из нее можно сделать коммерческую А вот коммерческая называется Да, друзья, у нас сейчас коммерческая пауза После которой мы вернемся Очень быстро вернемся Оставайтесь с нами Студия восемьдесят девять и девять Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Друзья, мы продолжаем вести интересные разговоры на околомузыкальные темы У нас принцесса Ангина Мы чувствуем себя очень хорошо, очень комфортно И давайте с Китаем-то закончим Да, Ксения Островская Самое главное Лидер коллектива Да, лицо Умница, красавица Кстати, про Китай-то, конечно, мы не договорили Ксюш, когда можно планировать поездку в Китай? Но только так, конечно, чтобы там увидеть выступление группы принцессы Ангина И что там за песни будут? Да, ну вот мы летим туда в конце июля Июля в самом конце, то ли 30-го, то ли 31-го, я еще на память не помню И мы там будем чуть больше недели И мы играем в Пекине, мы играем в Шанхае, мы играем... Я не могу выговорить это слово И еще в одном городе То есть мы играем в трех городах И нам самим очень интересно Это, кстати, будет поездка твоя первая в Китай? Да, 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 да И ребята, я так понимаю, тоже, да, еще не были? Или кто-то был? Гиди был, но вот он с нами не в вашем кино, да? Да Но вот он не с нами будет, будет басист Грегор, который был с нами здесь в прошлый раз А Юля и Нанди, да, летят с нами То есть мы летим опять таким малым боевым отрядом И очень интересно, посмотрим, придет ли кто-то из русского комьюнити То есть мы постараемся, конечно, выйти на русское комьюнити, потому что, ну, говорят, там много русскоязычных, поэтому... Много, конечно Да, а китайцы, мне кажется, в общем, не принципиально, мы на русском или на немецком бы пели, поэтому... Нет, мне кажется, если бы на русском, им даже больше понравится Будем надеяться Да, 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 это сто процентов, конечно, так и есть Ну, смотри, в репертуаре русскоязычный, англоязычный и немецкий, да? Да Три языка Да, да Ну, в основном все-таки, ну, то есть 90% это русский Скажи мне, пожалуйста, Ксюш, а в немецких песнях в своих ты так же глубоко копаешь? Или все-таки там ты попроще темы затрагиваешь? А в немецких у меня не получается глубоко копать Почему? Ну, потому что это все-таки не мой язык То есть я знаю... Причинно-следственные связи ты не можешь перевести на немецкий, да? Сложно Нет, наверное, сложно Сложно Но... Как сказать? Вот интересно, когда пишешь на другом языке, ты автоматом переключаешься в стилистику той музыки, которую ты слышишь на этом языке То есть на немецком я хорошо пишу попсу Так Но только на немецком Если на английском, у меня больше получается там где-то где-то в рок, вот В русском такая вот какая-то странная ситуация А кто сейчас в немецкой попсе, вот там, да, например, в Германии, в Австрии считается такими, ну, прямо известными попсовиками местными? Кто? Так Сейчас, естественно, вот ты меня спросил, и у меня это прекрасное название были Сразу же вылетелся, да? Да Ну Есть чудесная группа, она называется Бильдабух Ох, интересно И она, значит, та, которая рвет вообще все... Книжка с кратчатками, да, это мальчики, и они обалденно классные, они делают классную музыку, да В каком они работают, в стиле? Ну, попа, электроника, сейчас они куда-то в рок ушли, но вот они такие из крупных ребят сейчас А вот Хелена Фишер там, как она? О-о-о, у тебя познание А как живешь? Роман давно живет уже просто, ну что ты Она, кстати, из Красноярска на минуточку родом Да, и очень классно поет по-русски, кстати Да, да, да Обалденно просто Мне кажется, иногда она жалко, ну, жалко, что она не выступает у нас здесь, по-моему, она не выступала никогда в России, если не ошибаюсь Вот, потому что, мне кажется, она бы имела огромный успех Ну, она красавица, умница, акробатка, она такие, ну, шоу ее, это просто с ума сойти Но тексты вот у нее как раз там все Попсовые Ну, там даже, это то, что у них называется, шлага То есть это больше в какую-то... Ну, шлагу мы наслушаемся, и в этой студии еще предостаточно И, в общем, попсовы, хорошего не в общем смысле Ну, Кульш, у нас гостя группа «Принцесса Ангина» Конечно, мы очень хотим послушать именно песни из репертуара этой замечательной группы Ксюш, что мы сейчас на очереди? А сейчас у нас на очереди премьера Ох, спасибо! У нас премьера, да, не только телерадио, в принципе Мировая премьера это называется у нас Мировая премьера, да Песня, поэтому я буду нагло смотреть в текст, потому что я его еще не очень хорошо знаю Это песня, которую мы, собственно, подготовили вот к новому концерту 20-го числа Она называется «Колыбельные кошки» Интересно Переведи мое имя на все наречия мира Перемири меня со всем Я ни с тобой, ни с ними Я словно яблоко в тире У нас не будет общих тем Переложи мои песни Чтоб сделались интересней Лучше и веселей Бери иначь мои мысли Чтобы звучали светлей Колыбельные кошки Играй Колыбельные кошки Баю-бай Если станет темненько Тебе некому петь Пой колыбельные кошкам Если лето не светит Не жди Ты ни за что не подветь Встань и иди Ведь ты же знаешь, что где-то Кошки будут нам петь Колыбельные Переведи меня через ковыль, пшеницу и вереск Через костер и через брод Я принесу тебе ересь Чтоб целовалась и пелась В глаза открытые и рот И только кошка на крыше Разоблачит в тебе мышь И вынет душу шутя Но как спокойно ты дышишь В ее кровавых когтях Колыбельные кошки Играй Колыбельные кошки Баю-бай Если станет темненько Тебе некому петь Пой колыбельные кошкам Если лето не светит Не жди ты ни за что не в ответе Встань и иди Ведь ты же знаешь Что где-то кошки будут нам петь Моя душа паутинка Переводная картинка И динка тает на глазах Твоя свободна как динго Мы разобьемся на ринге Словно чашки на весах За представление Это нам полагается Лето Небо море облака Грустит Плохая примета Мы будем вместе А пока Колыбельные кошки Играй Колыбельные кошки Баю-бай Если будет темненько Тебе некому петь Пой колыбельные кошкам А если лето не светит Не жди ты ни за что не в ответе Встань и иди Ведь ты же знаешь Что где-то кошки будут нам петь Колыбельные Мяу Весь театр Юрия Куклащева Придет 20 субботу На концерт Принцессы Ангины Спасибо Прекрасная песня Класс Супер Спасибо Песня новая Она еще не была выпущена Нигде ее никто еще не слышал И у нас эксклюзив Наши зрители и слушатели Сейчас впервые Познакомились с этой композицией Но если 20 вы идете на концерт Там уже сможете подпевать Потому что уже к концу песни Мы уже выучили припев Как эта песня родилась Ну на ее примере Может как раз мы и узнаем про другие Как они тоже появляются Это на самом деле Песня у нее немножко грустный Такой контекст Потому что у нас болела У нас была старенькая кошечка И она болела И я вот очень переживала на эту тему И вот написала эту песню Как вот такую Ну это на самом деле Изначально это была прощальная песня Вот А потом вот она уже Потом, когда мы стали ее делать музыкально Мы поняли, что мы Будем ее делать драйвово И посмотри, всем кошкам Да Философская, конечно Я кошатница Я кошатница, поэтому У меня сейчас кот Простите, псы Вы в магазине дождетесь Песни в свой адрес Пока не было Ну а какие-то планы есть у тебя По поводу этой песни Может быть будет снят клип Действительно театр Вот Юрия Кулачева принято участие Может быть У тебя, ты говоришь, кошатница За какой-то флешмоб И все Все пришлют тебе своих кошек В фотографиях Или коротенькие видео Может быть Надо будет подумать На самом деле нам было Это же тема такая, ты знаешь Очень любимая Да? Среди людей Лайков будет Вас завалит своими питомцами Да На самом деле надо подумать Надо подумать на эту тему Мы вот недавно, кстати, снимали так Ну это был не клип Неофициальный клип Это было такое видео Когда мы тоже У нас такая весенняя песня Мы ее играли в прошлый раз Маргарита И я попросила фанатов Поснимать весну На телефон В разных городах И у нас там было Какое-то огромное просто Количество городов Я не знаю Штук сорок, наверное Разных стран Вплоть до Индонезии Вот как интересно И народ присылал Вот эти вот все видео Из разных стран Так классно получилось Надо будет что-нибудь Да, надо будет что-нибудь сделать С этой песней Слушай, ты же Кроме того, что музыкант Керамист И график Все ли правильно, да? Как в этом направлении Остается ли у тебя еще время Да, на Сейчас на вот это вот Детище твое На эту сферу Я стараюсь Я стараюсь Я стараюсь так планировать время Что я Чтобы интенсивно заниматься То одним, то другим Потому что Как бы вот полноценно Совмещать это параллельно Невозможно Совмещать это параллельно Невозможно, да Потому что все равно занят Ну как бы ты садишь за компьютер Начинаешь заниматься делами группы И все, до свидания И вставать ты уже не успеваешь Ну да, да Я действующий художник Если можно так сказать Десять выставок у тебя было, да? Сколько там? О, не-не-не-не Ну, пять персональных И там как-то пять вот Сколько? Не-не-не-не-не Выставок было значительно Больше, мне кажется, больше тридцати Вот, видишь, отлично Ты молчишь, не хвастаешься Да Почему же мы никогда Ты ничего нам не привезешь И не покажешь? Да, надо будет Давай, договоримся в следующий раз Если кому интересно, у меня есть страничка Давай, называй Все должны зайти посмотреть Ксения Островская ком Можно зайти посмотреть Да, там много чего выложено Я в основном Ну, то есть, да, я училась на керамиста И потом училась на графика Но в последнее время Моя тема Это старые открытки Старинные открытки Я их собираю Ну, какого времени Старинные просто? Скажи Дореволюционные в основном В основном дореволюционные Там десятых, двадцатых годов Прошлого века Что ты с ними делаешь? Я их собираю И я их как бы переосмысливаю И, ну, это на самом деле Такой сюрреалистический подход То есть, на фотографию ты рисуешь Я рисую сверху Там птицы, например Да, да, да То есть, я уже в это заданное пространство Я вписываю что-то еще То есть, я нахожу картинку Думаю, какая классная картинка А вот, если сюда мы сейчас вырисуем Я не знаю Кабана Например Почему? Ну, потому что ты был так У меня есть кабан, да А, вот оно что, понятно Если мы сюда вырисуем динозавра То эта картинка станет еще более классной Тираннозавр Да, есть у меня Ну, в общем Это все очень здорово Очень увлекательно И вот скоро будет выставка в Берлине, правда Даже не в Вене В конце августа И вот я как раз Ты будешь присутствовать там На этой выставке, да? Ну, да, да Я повезу работой Я повезу работой Это будет персоналка Там три зала Так что все серьезно Все уж, дорогая Ты, да Мы обязательно будем следить за тобой На расстоянии Я буду делиться А мы будем, да У себя, конечно Делаться репосты обязательно Это же так круто Так что если будете в Берлине Вдруг Ну, это же логично Это скажут все абсолютно Ты делаешь персональную выставку в Берлине И, конечно же, во время выставки У тебя выступает группа Принцессы Ангина Разве нет? Ну, вот пока Насчет вот этой выставки не знаю Или организаторы выставки не разрешают пока так? На самом деле у нас разная Скажем так, у нас разная целевая аудитория Да? Потому что на наши концерты ходит народ Ну, все-таки В основном Ну, большая часть Наши ровесники помладше Да? А на выставки ходят В основном коллекционеры Серьезно? То есть молодежь на выставках Редко можно встретить? Ходят, но все-таки Меньше Меньше, да Вот И у нас Был, правда, такой опыт Когда мы выступали У нас на вернисаже Когда мы организовывали в Вене Выставку русских художниц У нас было 10 девочек В прошлом году Ну, современных, да? Современец художник Да, 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 да Вот как подружек И мы выступали Но в таком камерном варианте Мы выступали с нашим струнным трио Это у нас есть такой подпроект Принцесса Ангина Акустикс И мы вот с ними выступали Именно на вернисаже И как раз вот это такая была Камерная обстановка И струнное трио Здесь все было гармонично И все было, да Гармонично и красиво А если мы придем вот таким вот Рок составом с каким-нибудь Да, это будет, наверное, воспринято Немножко неправильно Да Мне кажется, в наше время Уже ни к чему не удивляются И как раз это Залог успеха Когда какие-то стандарты ломаешь Эклектики добавишь Да, по крайней мере Это будет очень громко Ваше высочество Надо сейчас Следующий музыкальный трек представить Да Следующий А следующий музыкальный трек У нас не громкий Это наша Визитная А мы прибавим громкость Просто сами Визитная карточка Песня называется О принцессе можно все Отлично Если ей только 9 лет и у нее под ногтями грязь и всего полтора рубля не хватает до десяти лет А не хватает до десяти на леденец А так хорошо, если вода нас не нашел, то мы ему поможем найти О принцессе можно, о принцессе можно все Если ей только 9 лет и у нее в кармане сны А говорили проездной билет О принцессе можно все О принцессе можно все Если ей 19 лет и у нее в голове июня всего полтора часа не хватает до двадцати А не хватает до двадцати, чтоб полюбить А так хорошо, если принц опять не зашел, то мы и сами можем зайти О принцессе можно, о принцессе можно все Если ей 19 лет и у нее в кармане ситцового платья черный пистолет О принцессе можно все Если ей 29 лет и у нее в животе бутоны Врачи говорят, что он не дотянет до девяти А ей два шага до тридцати, чтоб повзрослеть А так хорошо, ты посади цветочек в горшок и наблюдай, как будет расти О принцессе можно, о принцессе можно все Если ей 29 лет и у нее в кармане платья цитрамон и пачка сигарет А опять дракон по небу летит, плюет огнем А так хорошо, пусть говорят, что поезд ушел, нас подберет Картеж по пути О принцессе можно, о принцессе можно все Если ей 90 лет и у нее в кармане сны О принцессе можно, о принцессе можно, о принцессе Ну посмотрим Я надеялась, что у нас на этот день получится поставить концерт, но нет Хотелось бы тебе именно на сцене, да, в третий день рождения Да, конечно, это было бы классно, да Но так тоже классно, я никогда не отмечала день рождения в Китае Ну успеется еще, господи, сколько еще впереди чудесных лет Ты обязательно сделаешь добрые традиции в свой день рождения И в день рождения каждого члена команды, каждого музыканта Вы будете давать концерт Да, друзья, 7 августа не забываем поздравлять, конечно Вопрос, который касается, опять же, немножко твоего художественного творчества Неужели у тебя еще остается время преподавать? Остается, да Ну, слава богу, не очень много времени остается, чтобы преподавать С детьми сложно, да Ну, я устаю, я устаю, я преподаю уже, вот в этом году будет 10-й год Ого Да, то есть у меня уже дети выросли на руках Да То есть те, кто ко мне пришел там в 6 лет, им сейчас уже будет 16 Понимаешь, что тебе скоро своих детей приводить начнут? Ну да, наверное, может какой Да, ну вот, по крайней мере, у меня сейчас несколько человечков будут поступать в художественные вузы Твои ученики Да, 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 то есть, ну, здорово, потому что ты видишь Ты же знаешь, что это тоже во многом благодаря тебе Значит, ты смогла или привить эту любовь, или развить ее, а не загубить на корню, как тоже Ну, это все зависит от педагога Это важно, да, и ты видишь, ну, прямо результат прямой своего Так, а сколько человечков, как ты говоришь, пойдут в музыкальные вузы или училища, скажи, по твоим стопам среди учеников? Нет, ну, это уж без меня Ну, то есть, я, слава богу, я преподаю только всякие художественные дисциплины, а музыку нет Да, ну, посмотрим, как оно Вообще, вот просто расскажи, в европейском обществе насколько востребована профессия художника и вот керамист, как, что они там, что делают они там, да? Скажем так Это чистое искусство или она как-то вот с промышленными дизайнами перекликается? Нет, дизайнеры, они сами по себе, да, вот художники, прямо те, кто занимается именно изобразительным искусством, они сами по себе, там это более структурировано, мне кажется Там более четкая, если так можно сказать, карьерная лестница, да, то есть, ты как художник, ну, вот у тебя, грубо говоря, и поэты, сама заняты, и на что ты можешь претендовать? Как студент, как выпускник вуза, да, на какие там стипендии, на какие гранты, на какие цены на твои работы, да, и так далее То есть, там это все более четко, чем у нас, у нас, мне кажется, это более... То есть, там как в армии, да, полковник, генерал, майор, вот это вот так, что ли, получается? Ну, не так, не совсем так, как в армии, но более, в любом случае, более понятно, что ли, и это важно, мне кажется, в этом плане попроще, все-таки И социальная защищенность, получается, как, что ли? Скажи, Ксюша, дорогая, когда мы в России посетим выставку Ксении Островской? У меня было некоторое количество выставок в России, вот, мне кажется, в 13-м году у меня была большая персоналка в Питере Ну, была, мы ее пропустили, к сожалению, когда будет теперь, скажи? Ну, вот, не знаю, посмотрим, когда пригласят Мы будем тоже ждать этого момента Просто, понятно, что возить работу туда-сюда, это штука довольно сложная и затратная, и там всякие таможенные вопросы возникают, и вот это вот все Поэтому, понятно, что берется народ не очень охотно за, ну, просто даже перевозить произведение искусства туда-сюда, да? Конечно Но посмотрим, я открыта Все будет, да, значит, уже все будет Хорошо, что хоть понятно, когда можно послушать Ксению Островскую группу «Принцессы Ангей» на 20 июля, это ближайшая суббота, так что обязательно, друзья, отправляйтесь, если есть время, возможность, а желание, я уверена, есть у вас Мы продолжаем музыкальную часть нашего эфира, и что сейчас мы услышим? Сейчас у нас тоже будет эксклюзив На самом деле, это старинная песня наша, которую я написала, я не знаю, уже давно, лет шесть назад Но мы ее играли пару раз всего на сцене и совсем-совсем такой немножко в прифанкованной, что ли, аранжировке Она была такая заводная, хотя изначально задумывалась мной как баллада И вот сейчас мы, наконец, сделали из нее такую балладу, и вот сегодня мы ее впервые сыграем в таком варианте Спасибо, как интересно Красный цветок Пляшет в заре светофор, а у тебя наши явки короли в пору Гнать зеленей красный я не тревожусь Даже тот, кто разлил масло красным платком маршет Я не хочу тебя ждать Мне надоело гадать Мне надоело гадать, куда же мне себя деть Леть, краснеть или рдеть Огню давай выбирать Я открываю тетрадь Бери, что сможешь забрать Я все равно промочу Я ничего не хочу Я за тебя не боюсь Заплачешь, я засмеюсь Коснешься, я разобьюсь Будни в гони В краску красным залей Стены помни, моя Ласка эта твоя Тема, что же ты ждешь Милый гони Я не злюсь Даже счет потеряй Милый маг в свете фар пляшет Я не хочу тебя ждать Мне надоело гадать Куда же мне себя деть Леть, краснеть или рдеть Огню давай выбирать Я открываю тетрадь Бери, что сможешь забрать Я все равно промочу Я ничего не хочу Я за тебя не боюсь Заплачешь, я засмеюсь Коснешься, я разобьюсь Я не хочу тебя ждать Мне надоело гадать Куда же мне себя деть Леть, краснеть или рдеть Огню давай выбирать Я открываю тетрадь Веришь, что сможешь забрать Я все равно промочу Я все равно промочу Я ничего не хочу Я за тебя не боюсь Заплачешь, я засмеюсь Коснешься, я разобьюсь Я все равно промочу Я все равно промочу Я не могу Я не хочу Я не хочу Принцессу Ангина Спасибо Наше очек Очень красиво Ну вот, вот оно Про любовь Про разбитые сердца Все как положено. Ну, в общем, да. Я думаю, что действительно такое многообразие тем в репертуаре «Принцессы Ангина» и сколько еще впереди интересных открытий нас с вами друзья ждет. Потому что группе всего лишь пять лет. Всего лишь. Дай бог, долгой творческой жизни, конечно, от всей души. 20-го мы в бар Москва отправляемся на сольный концерт. Кстати, есть какое-нибудь название у этого концерта? Это, конечно, совсем не важно, какая нам разница, когда он «Принцессы Ангина», но просто иногда некоторые заморачиваются и что-то там придумывают. Нет, мне кажется, он просто у нас летний концерт идет, идет как летний концерт, потому что он такой один. Да, такой один московский. Но 21-го, если кто-то отправляется на фестивальное шествие, то тоже есть возможность увидеть тебя и послушать там. Да, так что, кто будет там, приходите. Но вообще-то, конечно, приходите на сольный. Ну, сольный, конечно, конечно, да, потому что там и в Китае тоже есть возможность посмотреть, послушать. Скажи мне, пожалуйста, какое лето выдалось в Вене в этом году? У нас сначала было очень жарко, все умиралось. Так, как и у нас. В общем-то, уже в июне. Да, вообще просто вешались все в начале июля. А потом внезапно стало очень холодно. Ну вот сейчас, вы когда вылетели из Вены? Было холодно. А ребята, не знаю, сейчас спрошу. Вива, до света, гастан, вин. Большое. Вива. Говорят, вчера было 25, хорошо. Ну вот, все хорошо. Значит, и у нас наладится. Все наладится, да. Давайте надеяться, а то вот к выходным что-то страшно, если будет дождь. А чего ты боишься? Вы же не на открытой площадке выступаете. Нет, ну, во-первых, сложнее. Кто-то успокаивается и не возьмет зонтик и не отправится на концерт. Нет, с одной стороны, конечно, если будет дождь, то народ не уедет на дачу. Конечно, не пойдет гулять в парке и кататься там, не знаю, на великах. Конечно. Да. Так что будем надеяться даже. Да. Пусть будет дождь. Слушай, много информации о том, как ты становилась художником. Но как ты начала сочинять музыку? Вот здесь как бы хотелось бы из первых уст понять. Да. Потому что музыка красивая, но где-то там не пишется в биографии, где-то училась этому. Как это все пришло? Ну, я этому не училась. Я этому не училась. Я просто писала стихи. В какой-то момент я поняла, что... Более того, даже печаталась, по-моему, да? Да, и было такое немножечко. И хотела даже поступать в этот, в политинститут. Ну, наверное, слава богу, не поступила. Ну, в смысле, не стала поступать. И, да, я просто в какой-то момент поняла, что если спеть, вот на какую-нибудь там мелодию, все равно, если спеть и записать диктофон, стих, то внезапно лайков становится значительно больше. Так. Ты вот заметил такую особенность. А когда-то там вроде еще, ну, сколько мне было, 18-19, я подумала, о, классно, это же вообще способ, это же рупор. Внезапно мелодия оказалась для меня таким рупором, через который, наконец-то, потому что заставить прочитать текст, ну, как бы много букв, а еще мои тексты, они такие, такие немножко тяжеловесные. Да, смысловые. Да. Так. Вот, но заставить прочитать сложно, а послушать заставить легко. Ну, и поэтому я и начала придумывать, ну, именно мелодию. Просто это был способ более простой донести до зрителей, до слушателей, да, свои стихи прежде всего. Да, да. Ну, и потом, учитывая, что мое первое образование, ну, я училась на художника-фарфориста, да, у меня был диплом по росписи фарфора, как сказать, о своих каких-то там переживаниях или мыслях. Ну, особенно в студенческие годы как-то было у нас не очень принято выражать это как-то вот прямо на фарфоре, да, то есть я знаю классных художников-фарфористов, которые там всякие темы, да, затрагивают в фарфоре, а я тогда думала, что на фарфоре можно все-таки, ну, только какие-то... Ну, более катеричные такие, да? Цветочки, ягодки. Да, ну, там город, вот я вот, зерюшки, я там писала, вот это вот все, а меня раздирали страсти, и вот это вот раздирали страсти, там всякие мысли, их нужно было, гениально, естественно, нужно было куда-то, куда-то вот вылить, куда-то деть, и вот поэтому... И поэтому для меня как раз песни оказались более честным и более прямым вариантом именно мысли какие-то донести. Причем, если я не путаю, ты пишешь ни с гитарой, ни с фортепиано, а с ударными, как-то так, да? Как это? Нет, я саму мелодию я пишу в голове, а аранжируем мы все это с Анди, да, с Андреасом, потому что, ну, мы сначала разбираем, ну, сначала мы все равно подбираем аккорды, а потом мы смотрим, вот какой нам нужен здесь ритм, какой будет ритм, какой будет бит, и, значит, отстава, отталкиваясь, уже делаем все остальное. Круто. Цветочка, скажи, удается ли тебе, и вообще делаешь ли ты это? Ты отслеживаешь, что происходит в российской музыке? Да, 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 конечно, конечно, отслеживаю. Ну, то есть, насколько я успеваю? Ну, понятно, конечно же. Потому что мне кажется, что происходит столько всего, что, наверное, нужно заниматься только этим, чтобы, ну, действительно иметь какую-то объективную картину. Просматриваешь ли ты все жанры, или ты больше там следишь, что происходит в роке, условно, русском? Да нет, на самом деле, на самом деле я всего как-то, ну, то есть я стараюсь какую-то вот общую волну поймать, посмотреть, что... Просто новинки какие-то, да, которые появляются? Да-да-да, ну, просто кто что делает. Я вот в прошлом году была в Москве дольше, была в Москве три месяца почти, и вот я старалась ходить на всякие концерты, чтобы как раз понять, а вот что происходит-то? Кто впечатлил, скажи прям? А, значит... Такой взгляд за границей, да, скажи. Ой, сейчас, сейчас я скажу. Ну, давай так, может быть, хотя бы просто, чтобы время не тратить, хоть кто-нибудь впечатлил, давай вот так поставим вопрос. Ну, вот я была на концерте группы «Завтрак кусту», мне понравилось. У них на разогреве была такая Эрика Джейнс, девочка, тоже было очень классно. Ну, то есть, на самом деле, на самом деле, если вот я сейчас начну вспоминать, меня такие вопросы, они просто выбивают, я никогда... Я начинаю вспоминать названия, и могу не вспомнить никого. Ну, самое главное, знаешь, ты называешь те имена, которые тоже много звутся «Кто?», да, потому что это не те имена, которые мы, к сожалению, наверное, там видим в телеэкранах или слушаем в эфире радиостанций. Майнстрим меня никогда особо не интересовал, мне всегда было интереснее, что происходит в «Ультра». Поэтому мы и спрашиваем тебя. На музыке, да. Принцесса Ангина, у нас финальная песня в этом часе. Ну, давайте мы сыграем что-либо такое вот забуденное напоследок. Ух ты! Пожалуйста. Это тоже песня, которую мы играем не очень часто, она называется «Жозуфина». Доброго утра вам, Жозуфина! Как вам спалось? Уже ли не сладко вам наливают сок из графина и сервируют сыр шоколадкой? Вам надевают белые гольфы, легкий тон, совсем как в Афинах. На берегу лазурного гольфа я вспоминаю вас, Жозуфина! В море впадают синие реки и выпадают из океана. Если Господь хранит человека, я не нуждаюсь в личной охране. Страна на страны даже не против, и как дитя послушна Афина. Только война все дальше разводит нас и не ловит связь. Жозуфина. Давай, Жозуфина, звони, Жозуфина! Я не сплю, Жозуфина! До трех, иногда до четырех, Жозуфина! Пишу, Жозуфина! Тебе опять на кое, Жозуфина! Мне весь Жозуфина! Этот мир Жозуфина разнял! Нет места для тебя, Жозуфина! Но мне, Жозуфина, твой пост не взять! Доброго вам В сибирские топи Нас занесло Сентябрьским снегом Мне не сдались Ни топи, Ни копи Я перепутал Иго и эго Скайп еле жив Надежда на почту Только мой голубь Сильно простужен Выйду в онлайн Но снова не строчки Как перед вами Я безоружен Годы в пути Сугробы все глубже Ночи длинней А письма короче Вспомните ли Гуляя по лужам То, что вода И каменных точит Только в одно Прекрасное утро В теплых еще От пепла Руинах Я поступлю Отважно И мудро Я позову Вас Жозефина Давай, Жозефина Звони Жозефина Я не сплю Жозефина До трех Иногда до четырех Жозефина Пиши Жозефина Тебе Опять На кое Жозефина Мне весь Жозефина Этот мир Жозефина Раз в нем Нету места Для тебя Жозефина Но мне Жозефина Твой пост Не взять Да давай Жозефина Звони Жозефина Я не сплю Жозефина До трех Иногда до четырех Жозефина Пишу Жозефина Тебе Опять Да на кое Жозефина Мне весь Жозефина Этот мир Жозефина Раз в нем Нету места Для тебя Жозефина Но мне Жозефина Тебя Тебя И на тебя И на тебя Браво Браво Ксюш Несколько слов Приглашаем быстрые зрители и слушатели На концерт 20 июля Да 20 июля В баре Москва Восемь часов вечера Приходите Спасибо большое Спасибо друзья Спасибо огромное За потрясающую нашу встречу музыкальную Встретимся на концерте И всегда вам очень-очень рады До новых встреч Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым Спасибо